Иногда на рынке бывает такая ситуация, когда акция вырастает на сотни или даже тысячи процентов и инвесторы сразу начинают искать информацию, что стояло за ее ростом, какие выходили новости, а другая часть инвесторов обращается к своим управляющим. А почему это вы не заработали мне сотни тысяч процентов? Почему вы не узнали, что акция будет расти? Вы же имеете дипломы престижных институтов. Вы же там чего сидите? Штаны просиживаете, да? У вас же есть грамоты финансовые. И упустил такое возможность. Почему? А? 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 Из нового шоу вы узнаете, что стоит за таким сумасшедшим ростом, почему акции некоторых компаний растут на сотни тысяч процентов. И также узнаете, какие делают основные ошибки начинающие инвесторы. Первым примером будет компания DryShips. Это греческий грузоперевозчик. В ее флоте насчитывается 16 сухогрузов, а также еще 6 помогательных танкеров для перевозки нефти. С 2011 по 2015 год компания получила совокупный убыток в 3,3 миллиарда долларов. А перед событиями в ноябре, как раз когда выбрали Трампа, компания отчиталась о 5,2 миллионах убытка. Ни один здравомыслящий финансовый советник не посоветовал бы покупать эту акцию. Акция уже давно находится в свободном падении. И индустрия грузоперевозки уже много лет в упадке. В такой ситуации DryShips не имела никакого иммунитета. Ее акции падали так быстро и так сильно, что даже биржа NASDAQ уведомила компанию о том, что ее акции больше не подходят для свободного обращения на рынке бумаг. И вынудила компанию сделать сплит, чтобы сократить количество акций и увеличить их стоимостью. Всего этих сплитов было три. Самый первый получился 1 к 25. То есть из 672 миллионов акций стало 27 миллионов. То есть инвесторы получили вместо 25 бумаг одну, но в 25 раз дороже. Далее было объединение 1 к 15, потом объединение 1 к 4. И в итоге из 672 миллионов акций осталось торговаться всего 1 миллион. Компания пошла на это неспроста. Она хотела остаться на бирже NASDAQ, ведь с момента ее размещения акции упали более чем на 98%. Их могли исключить из-за того, что они стали слишком дешевые. Очевидно, что любая покупка со стороны инвестора должна была спровоцировать резкий рост. Так и случилось, когда стал известен новый президент США Дональд Трамп. С Дональдом Трампом ассоциируется поднятие реального сектора и развитие экономики. И так и произошло. К примеру, акции сталитейной компании X United Stale Steel выросли на 50%. По логике инвесторам должны были и вырасти акции, которые перевозят эту сталь, в том числе и DRYS. Акций катастрофически не хватало тем, кто желал купить эту бумагу и заработать на безудержанном росте. А также были те люди, которые ее и зашортили. Они продали акции, взяли у брокера и продали эти акции в надежде, что они упадут. Так что же такое шорт и как это получается? Когда у инвестора нет акции и он думает, что этот актив упадет, он как бы звонит своему брокеру и говорит «Привет, нет ли у тебя этих акций?» Брокер дает ему эти акции, инвестор продает их на рынке в надежде выкупить подешевле и заработать на этом падении. После того, как он, допустим, заработал на этом падении, он их выкупает и обратно отдает брокеру. Раньше это было примерно так, а сейчас это всего лишь нажатие одной кнопки. Но есть свои риски. Акции шорт требуют максимальной маржи для позиции. Акции шорт могут даваться с определенным интересом, вы должны будете платить процент по нему. А также брокер может в любой момент их затребовать. Естественно, на рынке появилось какое-то безумие. Инвесторы покупали акции, а другие закрывали свои шорты, тем самым тоже толкая акцию вверх и больше подливали масло в огонь, раскалив эту акцию до красна. Они закрывали свои позиции, а цены на акцию все росли и росли и росли. За 4 дня акции компании взлетели с 4 долларов практически до старта. Это 2100%, причем объем этих акций был 31 миллион. Это означает, что одна акция обернулась 30 раз. Как это произошло? А это называется эффект спирали. Инвестор покупает акцию, потом ее дают за шорты, человек ее шортит, акция растет дальше, он видит убыток, закрывает этот убыток, тем самым подталкивая еще цену вверх, тем самым провоцируя других людей покупать эту акцию. Невероятный рост. А когда дураки закончились, акции преспокойненько спустились обратно к 4 долларам, где сейчас и находится. Как вы поняли из моего рассказа, компания не обладала никакими фундаментальными факторами для такого сумасшедшего роста в 2000%. И поэтому ни один советник, инвестиционный хедж-фонд не смог посоветовать купить эти акции. Второй случай отличается немножечко от первого, потому что втором случае мы будем рассматривать компанию Калабиос, это фармацевтическая компания. Теоретически ее акции могут вырасти и на 500, и на 1000% на новостях об успешном испытании препарата или продажах. Но это другая ситуация. Мы сегодня познакомимся с тем, что такое корнер, и узнаем, как на этом заработать. История, которая в свое время заняла все информационное пространство Уолл-стрит, один из участников которой шартист-любитель, имел на счету 40 тысяч долларов, а в конце остался должен брокеру 106 тысяч долларов. Центральной фигурой истории стал очень молодой управляющий Мартин Шкрелли, которому всего 32 года. Занимая пост SEO Turing Pharmaceuticals, он с группой инвесторов приобрел акции Калабио, компании, практически объявившей себя банкротом и сворачившей свою деятельность. Первое вложение было 17 ноября в размере 50,1% пакета акций. А в результате покупок в руках группы под руководством Шкрелли оказался 70% пакет, доставшийся им за 4,5 миллиона долларов. До 17 ноября Калабио была микроакция, ее цена болталась в районе 1 доллара, а после объявления о прекращении финансирования исследований и работы над новыми лекарствами от РАКа ее цена упала до 50 центов. Именно на этом падении пытался заработать горячий артист. Когда Шкрелли завершил приобретение своего пакета, цена поднялась всего лишь до 2 долларов. После того, как стало известно о том, что он скупил 50% акций, цена подскочила до 12 долларов. А когда рынок узнал о скоплении 70% в руках Шкрелли, то цена взлетела до 21 доллара. На рынке осталось 30% всего выпуска акций и огромное число шортистов, которые ранее заняли акции у брокера и теперь вынуждены были отдавать их. Так как Шкрелли не только не одалживал скупленные акции, но и требовал их поставки. То есть хотел официально закрепить право собственности на них. Вы, наверное, уже догадались, что происходило дальше. Бедным шортистам не хватало акций, не хватало предложения для того, чтобы закрыть свои шорты. И они были вынуждены покупать по любой цене. Это вызвало рост на 4000%. Акции достигли 45 долларов. И эта ситуация называется корнер, когда кто-то один скупает большой пакет акций и заставляет других покупать по любой цене. А акций свободного обращения просто нет. Кстати, действия Мартина Шкрелли в этой ситуации были абсолютно законные. Но сейчас он находится под следствием из-за других своих темных делишек. А я вам хочу рассказать о другом трейдере, который постоянно торгует эти акции. Вообще всех трейдеров, которые торгуют дешевые акции, которые могут вырасти на сотни тысяч процентов, называют пенни-стаг-трейдерами. А стиль торговли называется pump and dump. Первый сформулировал этот стиль торговли Тимоти Сайкс. У него есть замечательная история, когда он заработал миллион долларов с тех денег, которые ему подарили на Борницфу. И стал суперзвездой. Он даже написал книгу и участвовал в популярных шоу. Его можно видеть на каналах Bloomberg, CNBC. Так сказать, американская мечта. Так вот, все вроде бы хорошо. Но в тот момент, когда он открыл свой хедж-фонд, он все-таки его закрыл, потеряв 98% денег. Он использовал те же стратегии, на которых заработал. Какой нужно сделать вывод из этого? То, что этот стиль торговли очень опасный. Акции могут расти бесконечно долго, не имея никаких фундаментальных на то причин. Также они могут совершенно быстро упасть. Плюс у вас еще могут забрать шарты. Да, здесь очень большая прибыль. Но также и очень большой убыток возможный. Очень большой риск. Также я рекомендую новичкам держаться подальше от этого стиля торговли. Начинайте торговать с небольшими рисками спокойной акции. Здесь невозможно предсказать поведение таких бумаг. Непонятно, на чем они растут. И даже опытные трейдеры зачастую попадают в такую ситуацию, когда они не знают, что делать. Убыток растет, но непонятно, когда его закрывать, потому что на то нет никаких фундаментальных причин. В общем, смотрите, дешевыми акциями очень легко манипулировать ввиду маленькой капитализации компании. Эти акции поэтому и стоят дешево. Один человек, имея большую сумму денег, может сделать корнер, и вы попадете в такую же западню. Поэтому я рекомендую начинающим инвесторам только играть в лонг. То есть покупать акции и держать. Ну а профессионалы, так сказать, матерые спекулянты, пеннистаг-трейдеры, будьте аккуратны. Ведь в таких ситуациях стопы вам не помогут. Эти акции гэпают на сотни процентов в тот момент, когда рынок закрыт. И у вас нет возможности закрыть свою убыточную позицию. Что касается ситуации с Calabios или Dry Ships, таких ситуаций на рынке полно. Это мусорные акции. И такое происходит почти что каждый день. Не ведитесь на обещаниях больших прибыли и роста в сотни тысяч процентов. За этим стоят еще большие убытки. Будьте аккуратны, ставьте стопы. С вами был Анатолий Радченко и шоу «Умнее день». Пока!